Ребят, так как мы будем сигналами работать, много с чем, нам с кэшем, нам желательно все это, в принципе, видеть, работает это у нас или нет. Для этого мы с вами установим Django Debug Toolbar. Я себе это уже написал, тут быстренько, да, сделал что-то сделать. Давайте разберем. Итак, шаг номер один. Вы потом запишите, как я вас учил, да, то есть... Шаг номер один. Нам надо, во-первых, установить... Дайте-ка я сейчас немножко здесь освобожу. Вот так. Сначала мы его ставим. Поставили. Дальше смотрим. Понятно. Стартовать проект. Дальше они предупреждают, чтобы у нас обязательно были настроены статические файлы. Они у нас есть. Понятно. Есть. Настроена статика. Мы ее точно настраивали с вами. Дальше. Дальше. В шаблонах было включено AppDirs истина. Включено. Далее. Добавить в InstaLit Apps, по сути дела, в любое место. Добавляем. После static files добавим. Это будет правильно. Далее. Еще нам надо добавить милдвер, промежуточный слой. Добавим. Обязательно подпишем, чтобы бросалась в глаза. Далее нам надо добавить URL-адрес. Там можно будет... Ну, мы сейчас будем добавлять на локальной машине, поэтому нам достаточно, по какому URL-адресу... Не URL, а по какому IP-адресу будет высвечиваться. Вот мы вначале, после этого... IP, да? Пишем. Пометим. В IP попишите себе, где что добавляли. Милдвер, все-все-все. В этом MD, чтобы знали. Так. И нам осталось добавить URL. Добавим после админки. Можно перед админкой. Попробуем. Вначале вообще добавим. После этого уже можно... Сначала собрать статику. 7 статических файлов. Он добавился. Ну, неградки, по-моему, не должно быть. Запустим. Появилось. Где мы будем сигналы, все. Таблицы отслеживать. Давайте мы немножко сразу подкорректируем. URL, все-таки. Чтобы эту URL у нас можно было, в принципе, проверить, что... И мы вот так вот сделаем. Сейчас я вставлю. Все есть в уроках. Так, смотрим. Чего, чего, чего. Все правильно. А вот это пока закомментируем. Потом удалим. Первый. Сейчас объясню. Да, все. Можно его закрыть. Здесь у нас все будет отображаться. Вся информация, которая нам нужна. Так, где скрыть? Открыть. Так. Запросы. Версия. Django 4. Python какой. Время. Настройки все. Заголовки. Запросы. База данных. Статические файлы, которые у нас работают. Шаблоны. Кэш. Сигналы будем использовать. Это логинг, если будем использовать. Редиректы. Нам, в принципе, не надо. Пока хватит. Так, смотрим. Мы просто-напросто. Вот отсюда туда можно уже убрать. А здесь у нас будет отдельно. Есть ли у нас в настройках отладка? Мы импортируем дебаг. Так как у нас уже, в принципе, есть настройка в настройках Django Conf Settings. То есть мы уже поэтому будет видеть. По сути дела, вот это можно было, так как у нас дебаг. Могли это, но вообще не будем путать. Пусть будет так. Далее у нас переменная URL Patterns плюс. И так как это первое, в принципе, будет все правильно работать. Плюс URL Patterns, то есть будет статику и медиа вызывать. Ну, пусть будет так. Так будет немножко просто лучше, и нам не надо будет заморачиваться, чтобы он там не заработал. Когда сайт, ну, так не заработает. Ну, может вы адрес поставите с сайта, будете проверять. А так только когда отладка включена. Ну, все, пока. Продолжение следует...